Продолжение следует... Здравствуйте! Время подвести информационные итоги дня о том, что произошло в Оренбурге и регионе. Расскажем в ближайшие минуты в студии Андрей Юлев. Тяжелый понедельник. Газовая атака в Оренбурге. Очень сильный запах. И сразу две коммунальные аварии в Орске. Сотни жилых домов, больницы и школы остались без воды. Все, что не делается, к лучшему. Министр здравоохранения Оренбургской области рассказала о новшествах, преобразованиях и сокращениях. Порядка не будет, пока счетчики не установят все. Спикер областного парламента заявил, что на оплату общедомовых нужд нужно вводить мораторий. И водители ловят волну. Прием, прием, карат! В Оренбурге появился автоканал взаимопомощи на дороге. И все, что происходит в режиме онлайн. Как найти нужную чистоту? Неспокойная ночь. Жители областного центра снова стали жертвами газовой атаки. Сегодня после полуночи во власти резкого запаха оказались южная часть города, улицы Чкалова, Беляевская и Амурская. Звонки с жалобами поступали из степного поселка за последнюю неделю. Это уже второй случай газовой атаки. Правда, если во вторник источник неприятного запаха был установлен сразу, сегодня на вопрос, откуда газ, компетентные органы разводят руками. Так был ли выброс в ситуации, разбиралась Екатерина Кселева. Тамара Яковлева меряет давление каждый час, а оно все не снижается. 190 на 100. Давление шкалит из-за бессонной ночи. Пенсионерка проснула сегодня в 4 утра. Уснуть так и не смогла. Очень сильный запах. Я даже перепугалась, думала, что у меня что-то там с газом не выключено. Я зашла в зал, тут был запах и в спальне, и во всей квартире. Тамара Владимировна проверила конфорки, на всякий пожарный перекрыла газ, после решила проветрить и распахнула форточку. Стало только хуже. Дышать полной грузью никак не выходило. Головная боль сильная. Сильная головная боль была. Запах газа отступил только утром, но осадок остался. Меня прям рассердило все это. Думаю, да что ж такое. Травит и травит, травит и травит. Резкий запах газа лишил сна и покоя тысяч оренбуржцев. Задыхались и в южном поселке, и в восточном, и в центре города. Был, да. Я думала, у нас пропускает. Понюхала, вроде бы, нет. На улице вышло, что-то пахло. Я просто вышла на балкон, мне там нужно было такое сейчас забрать. И я почувствовала, что воняет. Такое, часыненько было. То есть вы уже привыкли, да? Мы уже привыкли к этому. Не спалось сегодня и специалистам МЧС. Телефоны здесь кипели всю ночь. Возмущенные и напуганные оренбуржцы хотели знать, кто травит их на этот раз. Их успокаивали и твердили, что жизни и здоровью ничего не угрожает. Для определения степени загрязнения были направлены три лаборатории экологического надзора. По результатам замеров лаборатории, превышение ПДК допустимых значений в воздухе не установлено. Можно предположить, что источником является объект, расположенный в южной части города. С момента последней газовой атаки не прошло и недели. В прошлый вторник, после аналогичного инцидента, предприятие «Газпромдобыча Оренбург» повинилось и призналось, что причина зловония – утечка конденсата на газопроводе. На этот же раз газовики уверенно сообщили – мы ни при чем. Правда, комментировать ситуацию публично отказались. Между тем резким запахом, который то исчезает, то появляется вновь, заинтересовались в природоохранной прокуратуре. Оказалось, подозреваемых немало. Прямо говорить о том, что виновен «Газпром» мы тоже не можем. Действительно, ведь есть лабораторные исследования, и они подтверждают, что от них не исходит в данном случае. «Газпромдобыча Оренбурга» довольно-таки значительные, и предприятия там стоят также, скажем так, немаленькие. И возможно, что где-то на каком-то предприятии действительно происходит перевозка или загрузка некачественных нефтепродуктов. Вместе с прокурорами бьют тревогу и городские власти. Оренбуржцы, между тем, с трудом верят в абсолютную безопасность подобных газовых атак. Екатерина Киселева, Дмитрий Журавлев. Наше время. Ну а в Орске коммунальная авария. Половина жителей города сегодня с утра без воды. Там прорвало чугунный водовод. В зоне отключения сотни жилых домов, несколько больниц и школ. Для Орска подобное ЧП не редкость. Меньше года назад из-за прорыва магистрального трубопровода без воды остались более 50 тысяч человек. Тогда прокуратура во всем обвинила городской водоканал и местных чиновников. Обстоятельства сегодняшней аварии выясняла Ольга Патрушева. Первые звонки от обеспокоенных горожан стали поступать на дежурный телефон в пятом часу ночи. Арчане сообщали, в их домах нет воды. Позднее стало известно и о месте ЧП. Авария на чугунном водоводе диаметром 900 мм произошла в районе улицы Карельской, 21. Водоснабжение было ограничено в центральных районах города. Под отключение попали 16 детских домов и 13 школ. Ученикам провели три сокращенных урока, а занятия второй смены отменили полностью. В пресс-службе коммунальщиков говорить о конкретном количестве обезвоженных домов отказались, поскольку водоснабжение в большинстве случаев ограничено и на первых двух этажах у Арчан оно все же есть. Остальных горожан оставить безживительной влаги спецслужбы все же не могли. Подвоз воды осуществляли всюду, где это необходимо. Между тем, такое масштабное отключение для Орска не редкость. В прошлом году, 27 февраля, прорывом магистрального трубопровода заинтересовалась прокуратура. Тогда виновными признали горводоканал и местных чиновников. Вот и жители переулка Светлый признаются, обезвоженными остаются далеко не впервые. Новый год, да вот как все праздники без воды. Параллельно в Орске случилась еще одна коммунальная авария. На этот раз рядом с 42-м домом по улице Комарова. Там прорвало чугунную трубу диаметром в 15 сантиметров. Под отключение попали 12 многоквартирных домов, один садик и одна школа. На данный момент на улице Карельской специалисты заменяют поврежденный фрагмент трубопровода. Что касается второй аварии, то здесь ремонтные работы практически завершены. И вода в домах Арчан появится в ближайшее время. Ольга Патрушева, Наше время. К убийству двух женщин и беременной девушки причастны два брата 17 и 19 лет. Об этом сегодня заявили следователи. Как мы уже сообщали в пятницу в селе Кумак Новоурского района в своем доме были убиты, а затем сожжены две 50-летних женщины. Беременная девушка попала под нож преступников на улице. В этот же день был задержан 17-летний молодой человек. Он заявил, что убивал, потому что так захотел. Его старший брат проходил как свидетель. И вот сегодня после проведения разыскных мероприятий сотрудники Следственного комитета уверены в убийствах виновны. Оба брата за нож они брались по очереди. Старший брат, 19-летний, нанес хозяйке дома множество ножевых хранений. В дальнейшем передал нож младшему брату. А младший брат нанес также множество ножевых хранений, после чего последний скончался. Сейчас оба брата под стражей. Старшему грозит пожизненный срок, а младший может получить до 10 лет лишения свободы. Впрочем, это уже решит суд. Число жертв ДТП в Сорочинском районе возросло до трех человек. Как мы уже сообщали, крупная авария произошла накануне на трассе Оренбург-Самара. Сегодня появились официальные комментарии ГИБДД. Вчера в 2 часа дня в Сорочинском районе на 268-м километре автодороги Самара-Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Митсубиси Кольт не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом Пежо, в салоне которого находились 9 пассажиров. От мощного удара две девушки, находившиеся в иномарке, скончались на месте. По предварительной версии, именно их машина вылетела на встречную полосу. Не удалось спасти жизнь и одного пассажира автобуса. Еще пятеро пострадавших госпитализированы. В региональном управлении МВД отмечают, что в момент аварии была сильная метель. Возможно, это стало одной из причин автомобильной катастрофы. А это кадры из Гая. В центре города в огне оказалась Вазовская четверка. За считанные секунды пламя полностью охватило машину. Все случилось в крещенскую ночь. По сигналу на место ЧП прибыли два боевых расчета. Как только огнеборцы потушили пожар, за дело взялись следователи. Теперь им предстоит выяснить, был ли это поджог или легковушка загорелась самопроизвольно. К счастью, на момент пожара в автомобиле никого не было. Поэтому обошлось без пострадавших. И несколько часов назад под Оренбургом столкнулись два КАМАЗа. Авария произошла на оживленном участке трассы в районе аэропорта. Никто из водителей не пострадал. По данным инспекторов, сейчас проблем для движения ДТП не представляет. Обстоятельства выясняются. Сокращений не будет. Именно таким заявлением отреагировала министр здравоохранения на обращение коллектива Оренбургской областной клинической больницы. Еще на прошлой неделе медики написали губернатору письмо, в котором высказали свои опасения по поводу предполагаемого закрытия нескольких отделений. Одно терапевтическое уже закрыто, а значит последует увольнение. Тамара Семевеличенко поспешила успокоить. Сегодня она заявила журналистам, что таких кардинальных мер не будет. Все предполагаемые преобразования еще на стадии обсуждения. А обращение медиков министр назвала спланированной акцией. Для меня было удивительно, что мои коллеги из Первой областной на этапе обсуждения проекта почему-то решили подключить коллектив, который должен встать на их защиту. Мы не преследуем цели абсолютно бездомно закрывать их. И сегодня министр здравоохранения рассказала также о будущем Оренбургской медицины. К примеру, уже в ближайшее время число коек в круглосуточных стационарах сократится. Скажется ли это на здоровье оренбуржцев, узнала Екатерина Тихоненко. Новый взгляд на медицину. В Оренбурже готовится к реструктуризации. Пока все в планах и на стадии обсуждения. В первую очередь изменения коснутся стационаров. Министерство здравоохранения посчитали, что в некоторых лечебных учреждениях области койки простаивают впустую. К сожалению, так сложилось в 90-е годы, что областные лечебные открыли много дублирующих отделений. И, как показывает опыт, они стоят недогруженными. Как правило, кто на треть, кто на четвертую часть, эта койка не занята. Сегодня нет возможности, наверное, содержать эти дублирующие функции. Соответственно, круглосуточных стационаров станет меньше. Но на качестве лечения, как уверяют специалисты, это никак не отразится. Тем более, что планируется более функциональными сделать и ведущие клиники Оренбуржья. К примеру, первая областная, по задумке авторов проекта, должна стать центром сосудистого отделения, так как больница обладает всем необходимым оборудованием. А вот с молочной кухней все уже решено. Она работать будет. Для нуждающихся в бюджете уже запланировано денежное пособие. Мы будем пользоваться молочной кухней, как и все. То есть наше лечебное учреждение всех уровней будут покупать ее продукцию для лечения больных, находящихся в стационаре. Эта сумма составляет миллион триста в год. Специалисты уверены, что все преобразования, которые произойдут в медицине, помогут не только потянуться до европейского уровня, но и существенно изменить подход к лечению больного. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время. Другим темам на оплату общедомовых нужд нужно вводить мораторий. Сегодня об этом заявил председатель законодательного собрания области Сергей Грачев. По словам спикера, до тех пор, пока все жители не установят счетчики, порядка не будет. Пользуются неразберихой некоторые ТСЖ. Аппетиты коммунальщиков растут. Если еще в ноябре платежи за общедомовые нужды были скромные, то сейчас цифры поражают. На прием к Сергею Грачеву жители Оренбурга приносят квитанции, которыми должны заниматься в прокуратуре. Бугрова Инна Михайловна. У нее написано, подтверждено, она три месяца жила на даче, ни одного куба, у нее счетчик стоит, ни одного куба нет. Приезжает ей 18 кубов насчитали общедомовых. Все, может разобраться, кто только следственные органы. Потому что это надо поднять документы там, это надо поднять там, это надо поднять там. Поэтому вопрос серьезный, он уже вышел на, в конце концов, на федеральный уровень. Я больше чем уверен, что он найдет свое разрешение, но буквально в ближайшие там дни, часы, минуты, там месяц точно. Ну не, это, дальше просто так невозможно и терпеть то, что происходит. Проезд в общественном транспорте Оренбурга подорожал. Правда, пока не везде. Цены подняли частные перевозчики. Новые тарифы установлены губернатором еще в конце прошлого года. Билет в автобусах теперь стоит 14 рублей, в газелях – 15. Нерешенным остается вопрос о стоимости проезда в муниципальном транспорте. С ним все определится на внеочередном заседании городского совета 24 января. Оперативность под угрозой срыва. Оренбургские огнеборцы на очередном вызове потеряли драгоценные минуты. Все случилось на улице Березка. В 16-этажном жилом доме 2-2 возник пожар. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже. Пожарных вызвала крановщица. Однако их ждал неприятный сюрприз. Проезд для спецмашин был практически закрыт. Припаркованные легковушки не дали возможности подогнать технику ближе. 12 пожарных машин застряли в тесном дворе. С возгоранием все же справились. Никто из жильцов не пострадал. 20 человек были эвакуированы. Одного вытащили из охваченной огнем квартиры. Однако неприятный осадок у огнеборца все же остался. Хотелось бы обратить внимание руководителям ТСЖ на недопустимость скопления такого большого количества автотранспорта в жилой зоне. Потому что данный момент приводит, как правило, к невозможности установить пожарную технику на пожарные водоемы, развернуть подъемные механизмы для спасения людей. И что значительно увеличивает время реагирования пожарных подразделений для спасения людей. Индивидуальный предприниматель, который выбросил медицинские отходы из областного противотуберкулезного диспансера под мост вблизи хутора Степановского, заплатит штраф. Несанкционированную свалку площадью около 24 квадратных метров, напомню, обнаружили на прошлой неделе. В полиэтиленовых пакетах оказались медицинские перчатки, повязки, тара из-под инъекций и шприцы. Противотуберкулезным диспансерам признали, что мусор действительно их. За его утилизацию отвечал индивидуальный предприниматель, который оказался не совсем добросовестным. По итогам проверки данный индивидуальный предприниматель и водитель, совершивший данное правонарушение, были подвержены административному наказанию по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. На должностное лицо 10 тысяч, на гражданина от 1000 рублей. В Оренбурге разыскиваются двое молодых людей. Вот их фотографии. Они подозреваются в совершении преступления. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят оказать содействие в розыске. Звонков ждут по телефону в Оренбурге 28-19-60. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Автоканал взаимопомощи на дороге. В Оренбурге сообщество водителей открыло свою радиостанцию. В эфире всегда актуальна информация о ситуации на дорогах. Рация и взаимовыручка помогают участникам движения сбежать пробок, а также вовремя прийти на помощь. На одной волне с водителями оказалась и наш корреспондент Яна Корчик. Прием, прием, Карат. А не поскажешь обстановочку, как там на Терешковой пробочке, там что есть? Алексей Кудряшов за рулем больше известен, как Светогор. В эфире автоклуба водители знают друг друга не по именам, а по позывным. Автомобилист показывает рацию, делится, что такое сарафанное водительское радио – лучшее средство против дорожных пробок. Надо было, допустим, ребенка в поликлинику отвезти. А время как раз 6 часов пробки. Ну я это, допустим, запросил, они мне сказали, Алексей, там пробка сейчас побольшая, ты лучше объесть. Вот за счет этой радиостанции сэкономил, вы не поверите, целый час. У водителей и радистов также есть и свой этикет. В эфире никаких ругательств. И это не единственное правило общения в эфире. Рация – это также скорая помощь для людей, попавших в трудную ситуацию на дороге. И для таких случаев совсем скоро введут специальную кодовую систему. Пароль. Он должен сказать 999 или сказать 3 девятки. Но этот пазыной можно говорить только в искренних, в экстренных случаях. В нашем городе радиостанция для водителей существует всего пару месяцев. Однако уже сейчас в числе ее пользователей порядка 100 аримбурсов. На 17-й канал это и есть водительская волна. За помощью выходят даже дальнобойщики. Основатель авторадиоклуба рассказывает, что эту систему уже используют и в общественном транспорте города. Очень многие люди пользуются этим. И это очень удобная связь. То есть даже элементарно, если вы куда-то поехали и там нету сотовой связи, то всегда можно связаться, а помощи элементарно попросить. Все просто. Нужна обычная радиостанция Сибишная. И все. И желание. Если вы хотите быть в курсе последних дорожных событий, а также быть на одной волне с водителями, то все, что вам необходимо – это такая рация. И настроиться на ней на 17-й канал. Светогор, вам удачи на дорогах. Яна Корчик, Танислав Доминов. Наше время. Памяти артиста. В Оренбурге вспоминали Рамиля Рахимова, талантливого актера и режиссера. Не стало 17 декабря прошлого года. 19 января 2013 ему исполнилось бы 55. Рамиль Рахимов был знаком нашим юным телезрителям, как исполнитель роли Кота Мефодия в программе «Зовите малышей». Накануне в зале областного театра «Куколы» собрались те, кто любил и знал заслуженного артиста. Среди них оренбургский поэт Вадим Пакулин. Свою новую книгу, продолжение разговора, он посвятил памяти друга Рамиля. Весна мои чувства хранит, а осень так скоро, так скоро, как стрелы летят в мои дни, какая безумная скорость. В наше время о спорте. Оренбургская надежда потерпела четвертое поражение в чемпионате женской баскетбольной премьер-лиги. Накануне вечером наши девушки встречались в Вологде с местной Чевакатой и уступили хозяйкам паркета со счетом 61-73. Самой результативной в составе надежды была Кара Брэкстон. Она набрала 14 очков. Не пропустить ни одно спортивное событие нам помогает наш обозреватель Сергей Тыщенко. У него всегда много новостей, и он уже готов рассказать о самом интересном сегодня. Новости спорта на телеканале «Регион» здравствуйте. Сыграны очередные календарные матчи в первенстве страны по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Оренбургский «Локомотив» накануне проводил на своем льду повторный поединок с Екатеринбургским СКА и уступил гостям со счетом 4-6. Армейцы определенно проделали работу над ошибками после субботнего поражения от железнодорожников и обеспечив себе по ходу матча комфортные преимущества в счете, победу, как было днем ранее, не упустили. Шесть раз свердловчане меняли цифры на табло. Хозяева льда в протоколе отметились четырежды. По баллу за результативность в свой актив записали Артеменко, Нохрен, Семяшкин и Пушкарев. В итоге 6-4 СКА. Оренбургский «Нефтяник» начал очередное восхождение в турнирной таблице чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А. В эти выходные наши спортсмены дважды переиграли с одинаковым счетом 3-1, резерв у Фимского Урала и воспользовавшись двойной осечкой ленинградского «Динамо», вышли на чистое четвертое место. Теперь в активе нашей команды после 22 сыгранных матчей 41 балл. Добавлю, что следующий матч в рамках российского первенства «Нефтяники» проведут 2-3 февраля в Москве. Соперник оренбургцев – волейбольный клуб МГТУ. Пока это все новости спорта. До встречи. Сейчас важная информация от городских электрических сетей. 22 января в течение дня в областном центре и Оренбургском районе в некоторых жилых домах не будет электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами. Уточнить адреса отключений можно на сайте компании или же по телефону 56 83 38 98 48 48. И напоследок подарить тепло, проявить внимание или искренне отблагодарить человека в своих объятиях. Сегодня во многих странах мира отмечается необычный праздник – День объятий. Как дата в календаре, он появился в 70-х годах прошлого века. Но если вы еще не успели отметить, еще есть время. Еще больше новостей на портале 56rb.ru. Заходите. Ну а завтра в студии ждите Ирину Шмидт. Вам удачи. Компания «Промкомплект» предлагает Насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект». Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48 дробь 3. Торговый комплекс «Три мартышки».